Ага, так, добрый день, запись у нас включена, пошла. Я профи-эксперт холдинга Glorion Дмитрий Шмелев, финансовый консультант, как мне больше даже нравится, финансовый советник, консультант ресурсного состояния. Рад приветствовать вас сегодня в середине сентября из нашего обучающего центра холдинга Glorion из Новосибирска, с нашего 13 этажа. Итак, друзья, мы вот вначале без записи с вами проговорили, что вся наша жизнь состоит из определенных циклов, циклы времени года, циклы человеческого развития. И если мы посмотрим на календарь, да, наступило, что у нас прекрасное, бабье лето. Вот я посмотрел, следующая неделя, там практически такая ровная полосочка на уровне где-то 18-20 градусов. Ну, наверное, за бабьем лето еще наступит у нас дедушкино лето, потом детское лето. Вы согласны со мной? Кто согласен, пишите 5, а лучше цифру 6, 6 плюсом. Нравится мне последнее время цифра 6 и цифра 8. Сегодня, кстати, они тоже будут у нас мелькать. Итак, друзья, как я уже сказал, вот у нас чистый лист бумаги, и мы говорим в последнее время о циклах. И если помните, у нас на Алтае в нашем путешествии было представлено президентом компании Холдинга Глориан такой годовой цикл, годовой цикл здоровья, красоты и гармонии. И если вы зайдете в наш интернет-магазин, в наш кабинет, в разделе «Как подобрать продукт», вы обязательно найдете вот это прекрасное такое колесо, колесо, где 12 месяцев. Вот сейчас у нас что, сентябрь, как мы сказали, да, 0,9 месяц сентябрь. И в этом колесе на каждый месяц, в зависимости от времен года, в зависимости от социальной, скажем так, обстановки, праздники какие-то, значит, торжества и так далее. Так вот, в этом колесе на все 12 месяцев вы найдете прекрасные рекомендации о здоровье, о красоте, о гармонии. То есть наша компания, Holding Glorion, вот уже скоро 24 года, в январе исполнится, несет вот эту миссию, разрабатывает и производит продукции для здоровья, для красоты, для здоровья. И здесь вы очень легко можете подобрать. Вот сейчас у нас сентябрь, и, соответственно, очень актуально, если говорить о здоровье, защите здоровья, это программа, такая иммунопомощь идет, очень актуальная, буквально вчера у меня вот интересовались двумя программами. И, соответственно, это и профилактика, это и в ударных дозах может быть лечение, ну и, конечно же, она подходит всем, и малым, и взрослым, и мальчикам, и девочкам, как я говорю. Так вот, друзья, в этом колесе, давайте прямо еще раз заикарим, да, здоровье, красота, красота, гармония, гармония. Вот это годовое колесо нашего интернет-магазина аптека бодрости холдинга Глорио. И я очень рад, вот, к сожалению, синего нет фломастера. Если помогут мне синий фломастер, он у нас цвет нашего партнера такой. В 2010 году холдинга Глорио обрел надежного, классного партнера на рынке финансовом, был мониторен, скажем так, и приглашена в партнерство. Очень надежная компания, ППФ страхования жизни, российская компания, которая занимается финансовой защитой. И вот зонтик такой безопасности, вот что в годовое колесо, что полностью наш цикл жизненного пути, обязательно надо рассмотреть. И об этом мы уже вот с 2010 года говорим, доносим информацию как для наших партнеров, так для наших любимых клиентов. И сегодня мы тоже вот об этом напомним. Я когда вчера готовился к встрече, думаю, когда же мы последний раз вот здесь в офисе об этом говорили. Потому что действительно очень много продуктов, большой ассортимент, большие интересные у нас проходят игры, конкурсы, и вообще жизнь кипит в холдинге Глорио. И путешествия, и семинары, и обучение. И вот сейчас многие ароматерапевты прямо в ожидании, аромоконсультанты в ожидании обучения, которое тоже здесь пройдет буквально через неделю. Вот мне принесли синий фломастер, спасибо большое. Так вот, я посмотрел, в апреле месяце мы крайний раз говорили, вот так вот проводили вебинар, открытый большой семинар о продуктах накопительного страхования жизни. И я вот о цикле хотел сказать, что вот здесь как раз в этом нашем прекрасном колесе здоровья, красоты и гармонии еще есть прекрасный зонтик, такой красивый зонтик защита с ППФ, страхования жизни. Чтобы и наше здоровье, и наша красота, и гармония наших отношений, человеческих в первую очередь, семейных отношений, была под надежной защитой. Не знаю, как там видно мои художества. Но, тем не менее, друзья, смотрите. И если рассматривать наш жизненный путь, я очень люблю рисовать этот красивый график нашего жизненного пути, который, аббревиатура, жизненный путь, жизненный путь любого человека. Мы знаем, что начинается он с рождения, с нуля лет. Ну и кому как богом отмерено, кто как себе запрограммировал. Конечно, бесконечности не бывает, но с физической точки зрения. Конечно, мы сейчас не будем удаляться в религии и говорить о вечной жизни. А то, что кто себе сколько отмерил на этом пути, как богу угодно, это уже другой момент. Но на этом жизненном пути есть несколько определенных век, которые так или иначе мы с вами проходим. Дети наши проходят, внуки наши проходят. И я бы сейчас вот на этом отрезке вместе с вами нарисовал следующие, наверное, пункты, пункты значимой остановки. Вот человек родился, прекрасно, его дети, родители, бабушки, дедушки обеспечивают, заботятся, учат ходить, говорить там, ползать, ездить на велосипедах. И вот бабах, наступает 7 лет, и что происходит? И человек уже идет в школу. И вот буквально недавно распахнулись школы, я смотрел статистику, в первый класс пошло порядка 260-360, вот такая цифра, тысяч первоклассников. Пошли первый раз в первый класс. Потом на этом жизненном пути встречается отметка, вот, например, 14. Чем она характерна? 14 лет, когда исполняется молодому человеку, он получает паспорт, он становится почти полноправным гражданином, то есть несет уже некоторую юридическую ответственность и так далее. Вот, но 18 лет, да, это у нас совершеннолетие считается, и, как вы знаете, вот, например, мальчики уже становятся военнообязанными, кто-то идет в армию защищать родину и так далее. Вот, на этом пути мы отметим возраст 25 лет, тоже, кстати, прекрасный возраст, кто-то уже заканчивает обучение, да, вот я очень рано поступил, я начал военную службу, когда поступил в высшее военно-морское училище во Владивостоке, и мне было еще 16 лет, да, вот я принял присягу, мне только исполнилось 17, и я принял присягу, стал 17 лет военнослужащим военно-морского флота, вот. Соответственно, я уже в 21 год, я выпустился, да, и принял командование стартовой батареей там на корабле. Вот, ну вот 25 лет тоже мы такую веху отметим, то есть люди, как правило, уже получают образование, начинают уже активно трудовой путь, хотя вот я первую свою копейку начал зарабатывать, помню, в седьмом классе, после седьмого класса, мы летом с ребятами на овощебазе там зарабатывали, помню, с первой зарплаты часы себе купил классные, вот. 25, да, но здесь мы еще отметим, какой вот возраст, давайте мы отметим на этом пути, например, возраст 60 лет или 65, вот. Ну, конечно же, вот 60 лет это такой прекрасный возраст, раньше мальчики в это время уходили на пенсию, девочки в 55, но вот был такой, значит, скачок поднятия пенсионного возраста нашим любимым государством, вот, но тем не менее, как-то вот сейчас все перестраиваются, и кто-то доживает до пенсии, а кто-то, к сожалению, нет, вот, его жизненный путь. И очень жаль, что мужское население, да, вот статистика показывает, очень большой процент не доживает, к сожалению, до пенсионного возраста. А мы сегодня с вами рассмотрим, как можно уйти на пенсию, допустим, обеспечив себе доход и в 40, и в 45, и это наш партнер ППС страхования жизни и тот инструмент, который мы будем с вами рассматривать, это позволяет сделать. Вот, смотрите, на этом жизненном пути мы еще можем отметить, знаете, вот 70 лет, такая красивая дата, 70 лет, я дальше объясню, почему 70 лет, и 80 лет. Вот, что касается 80 лет, кто доживает пенсионеры. Моей маме 87-й год, да, сейчас вот решаем некоторые задачи тоже по здоровью, но кто 80 лет, они знают, что в нашем государстве прибавляют пенсию, тем, кто жил до 80 лет, им бабах, пенсию. Вот, ну а то, кто ушел в 65, кто уходит там в 60 лет на пенсию, ну, размеры пенсии, мы сегодня тоже вскользь можем об этом сказать, сами знаете, какие. И сейчас вы все можете в свободном доступе зайти, посмотреть на сайте, значит, пенсионного фонда, они сейчас там объединились в этом году, я, кстати, так что-то до конца не разобрался, ну, некогда было сильно вникать, значит, вот это объединение, как произошло с фондом там, это социальной защиты, вот, но, тем не менее, вся эта информация есть в доступе, и вы сейчас можете зайти, посчитать, посмотреть, пусть вам 30 лет, 35-40, вы уже сейчас можете посмотреть, какая у вас там складывается фундамент вашей будущей пенсии, какие баллы начисляются, сколько, значит, стаж там и так далее, из чего складывается социальная наша пенсия. Итак, дорогие друзья, вот такой жизненный путь, где бы вы сейчас здесь не находились, но мы рассматриваем в первую очередь, конечно, для себя любимых, да, вот посмотрите, где вы на этом жизненном пути, поставите отметочку, да, вот я где-то, вот я где-то здесь, посмотрите, где ваши родные и близкие, кто-то ждет внуков еще в ожидании, у кого-то они уже есть, у кого-то не один внук, например, да, и посмотрите, где они вот на этой отметочке, время-то быстро летит. Вот, чтобы отправить, например, в первый класс, статистика, это официально, маркетплейсы сказали, больше 20 тысяч рублей надо было, чтобы первоклассника там одежду, значит, портфели, карандаши всякие, ручки, тетрадки, учебники и так далее, это самый-самый минимум, вот 20 тысяч надо подготовить, а вот здесь вот можем такую отметочку написать, например, 20 тысяч рублей. А если вы уже мама или папа школьника, и уже там в третьем, в пятом, в седьмом классе, у многих уже начинает возникать вопрос, выпускной, сколько стоимость выпускного, это один вопрос, а куда пойдет мой любимый ребенок учиться, сколько, как ему дать образование, то есть если вы нормальные родители, если вы нормальные бабушки и дедушки, то, конечно же, вы об этом задумываетесь. И вот здесь уже возникает вот такая отметочка, там, выпуск из школы и поступление в высшее заведение, сколько цена вопроса, 500-600 тысяч, да, тут уже возникают другие цифры, да. Дальше, если мы говорим уже, наши любимые где-то там за 20 перевалили, то есть уже, возможно, дружат, влюбляются, семейную жизнь строят там, да, то есть, возможно, здесь на каком-то вот этом этапе квартира, покупка. Вот сейчас, кстати, ипотеки доступные стали, вы знаете, что очень много сейчас вовлекает людей рискованного возраста, сейчас очень легко взять ипотеку. Я вот узнавал до 75 лет, мне вот в банке ВТБ недавно был, я говорю, так мне, наверное, ипотеку, у меня сейчас есть одна ипотека, дочери помогаем, да, вот. А я говорю, а можно еще одну ипотеку? Они говорят, да, до 75 лет вам можно взять. И вот этот риск сейчас увеличился ипотечно, берите, пожалуйста, но очень высокая стоимость жилья сейчас подскочила, ну и так далее. Поэтому где-то вот на этом этапе встает вопрос, квартиру, то есть мы родители можем на стартовый капитал, например, на, как, первоначальный взнос на ипотеку где-то накопить, ну какую там тысячу, 300 тысяч, там, миллион, ну как бы по-разному, да, в зависимости от региона, от размера там, жилой площади и так далее. Ну сейчас ни для кого не машина, не роскошь, да, это вообще нормальное средство передвижения, очень любим быть путешествовать за город, на работу, ездить, да, поэтому на этом жизненном пути обязательно, наверное, мы где-то рассматриваем тоже вот на этом этапе покупку машины. Нормально, и, к сожалению, сейчас выбор-то небольшой, ну из сложившейся ситуации. Я вот думаю тоже, какую машину бы я взял, ну китайца пока не хочется, сейчас китайцы, да, заполняют наши, и китайцы-то не дешевые, за 2 миллиона все, и выше, то есть там 2 миллиона или там 3 миллиона, сколько там на покупку машины, то есть смотрите, сколько на нашем жизненном пути целей, целей, и мы как ответственные, как люди адекватные, да, мы это просчитываем, продумываем, прописываем и так далее. Ну и конечно же не надо забывать, что каждого все-таки ждет заслуженный отдых, да, мы напишем золотой возраст, возраст, да, и соответственно на этом этапе хотелось бы отдохнуть уже, дети там, внуки подросли, значит все деньги уже заработаны, подвиги все совершены для государства, значит долг отдан, хочется уже для себя пожить, хобби свои вспомнить, путешествия, заняться любимым делом, садом, дачей там, огородом кому-то, цветочки там выращивать, значит, музыкой заниматься, в хор ходить, песни петь и так далее, и так далее, да, вот этот золотой возраст, но если мы достигли какого-то определенного пути, мы же на жизненном пути, вот здесь когда начали работать, начали, наш доход начал расти, 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 и вот когда доходим до пенсионного возраста, хочется, чтобы он оставался же где-то хотя бы на том же уровне, да, но никак не уйти на пенсию в 15 тысяч рублей, и непонятно, как, допустим, сводить концы с концами. Я вот тут говорю, меня слышно, приветствуем всех, ага, Марина из Тюмени приветствует, Валентина, привет, привет, пишите, то есть если вы со мной согласны, если есть какие-то свои умозаключения по этому поводу, значит, соответственно, тоже высказывайте свои мысли, свои мысли. Итак, дорогие друзья, на этом жизненном пути, как мы с вами сказали, нам в помощь Holding Glorion, вот здесь я прямо в сердце этого круга нашу любимую G нарисую, да, вот, замечательный Holding Glorion и его партнер надежный с 2010 года ППФ страхование жизни. Итак, пакет, который предлагает Holding Glorion в партнерстве с Holding Glorion, он разнообразен и практически от нулей и до бесконечности, до последних дней жизни у нас есть накопительные инструменты, называется NCG, вот эту аббревиатуру давайте мы с вами тоже запомним, мы ее постоянно используем, кто первый раз слышит, соответственно, значит, расшифровочку себе сделайте, накопительное страхование жизни, и здесь, на этом жизненном пути, где бы вы ни находились, ну, не совсем так, то есть, если вы находитесь до отрезка 79 лет, 79 лет, то вы сегодня можете подобрать себе вот полис защиты, понимаете, до 70, от нуля до 79 лет в нашей компании есть прекрасные, надежные, классные инструменты, которые помогут защитить здоровье, защитить, надежно поддержать семью в различных жизненных ситуациях, ну, и самое главное, достичь той цели, задачи, которую вы можете перед собой ставить, если вы дружите с финансами и, соответственно, считаете, и здесь не важно, какой у вас, друзья, доход, даже если вы сегодня пенсионер, не работаете, и у вас небольшая пенсия на уровне 15-16 тысяч рублей, вы можете рассмотреть для себя инструмент защиты и помощи. Итак, начнем все-таки сначала, с нулей возраста. И вот у нас родился ребенок, и мы с нуля до 25 лет можем использовать прекрасный инструмент, который называется солнышко. и вот смотрите, давайте вот так вот мы нарисуем на нашем графике, если вам видно, да, и назовем его солнышко. Вернее, не мы его назовем, а он так и называется солнышко. И солнышко хорошо чем? Тем, что здесь два в одном. То есть по программе солнышко у нас под защитой находится и ребенок от нуля до 25 лет, и любой взрослый, родственник, близкий, дальний, мама, папа, неважно, бабушка, дедушка, к примеру, сосед тоже может быть, кстати. Вот. И от 18 до 70 лет. Вот смотрите, да, ребенок от нуля до 25 лет, а взрослый застрахованный от 18 до 70 лет. И почему я на этом графике начертил вот такие отметки. Смотрите, у вас родился ребенок? У вас родился ребенок? Знаете, передача была такая утренняя. Поздравляем, у вас родился ребенок. И сразу же в роддоме можно уже накопительный полис ребеночку, к примеру, до 7 лет. У нас минимальное, минимальное в солнышке период накопления 7 лет, минимально. понимаете, да? То есть, вот можно взять, например, и до 7 лет к первому классу сделать полис. То есть, ребенок будет под защитой, взрослый будет под защитой и здоровья, и от различных травм, и вместе с тем, несмотря ни на какие жизненные ситуации, будут накапливаться денежки для задачи отправления ребенка и поздравления с походом в школу, да, первый раз в первый класс. Дальше, соответственно, если там где-то вот здесь находитесь, вы можете взять, например, если вам сегодня 7 лет, взять на 7 или на 10 лучше до 17 лет, вот выпускной. Почему 10 и более лучше рассматривать полис? Потому что это больше выгод, меньше взносов, и вообще вот наши, как правило, полисы накопительного страхования жизни, то есть можно и на 20, 30 лет, некоторые даже на 40 лет можно растягивать и, соответственно, брать большую защиту, большую цель накопления и маленький взнос получается ежегодный либо ежеквартальный либо полугодовой. Это уже как вы себе выберете. Итак, друзья, мы рассмотрели от 0 до 25 для ребенка и одновременно от 18 до 70 лет для взрослого полис солнышка, накопительного солнышка. Я еще возможно, да, если попросите, я слайды, конечно, подготовил, мы можем включить потом слайды, еще на слайдах посмотреть это. Но мне хочется вот сегодня на таком простом доходчивом языке показать вот всю картину вот этого жизненного пути и как на этом этапе мы можем себе подобрать любимым и порекомендовать своим друзьям, родственникам, знакомым надежные вот эти зонтики защиты и финансового благополучия. Итак, друзья, дальше смотрим по этому графику. Ну, детей мы здесь рассмотрели, наши цветы жизни вот это дети, ну и плюс один взрослый. Дальше наши детки повзрослели и мы уже давайте рассмотрим категорию взрослые. взрослые, что же у нас предлагается для взрослых. И, конечно же, в первую очередь хочется сказать о нашем самым любимом и самым таком всеобъемлющем, я бы сказал, многозначном, многоцелевом полисе накопительного страхования жизни, который называется премиум. И он, смотрите, с 16 лет, вот здесь вот мы 16 лет не обозначали, да, вот, 16 лет с 16 лет и до 80, о, извините, до 70, видите, хочется мне продлить вам, но есть у нас полис, есть у нас и до 80, сейчас, сейчас я об этом дойдем, договорим, да, а здесь вот у нас до 70 лет, вот так вот мы его обозначим, мы его еще обозначим сине-красным, такой вот, такой линией, значит, от 16 до 70 лет. Друзья, смотрите, сразу я хочу сказать, забегая вперед, практически все полисы, ну, мы можем иметь по несколько, несколько полисов, то есть, если вы ребеночка застраховали в 7 лет, там, до 18 или до 25 лет на программу «Солнышко» вместе с родителем, например, с собой, либо с мужем-женой, к примеру, то в 16 лет, то в 16 лет уже можете в 17 лет рассмотреть второй полис и сделать уже такой долгосрочный полис на всю жизнь. Кстати, полисы – это очень хороший подарок и очень сейчас такой современный, классный подарок для любого члена семьи. Очень тяжело сейчас подобрать, да, особенно детям, и техника, и компьютеры, и ноутбуки, они быстро что-то устаревают, быстро там все это совершенствуется и так далее, вот, а это вечно, это защита и человек, достигая момента окончания полиса, получает очень хорошие деньги вместе с процентами, вместе с дополнительным доходом инвестиционным, да, и он сам уже приобретает то, что ему нужно, то, что необходимо, то, что какую цель он себе поставил, вот мы с вами это все здесь рассматривали. Так вот, имея один полис, можно подключить второй, вот, премиум, премиум, я здесь не написал, премиум, действительно, прямо название само за себя говорит, да, премиум, и я очень много смотрел, изучал там разных других конкурентов на рынке страхования жизни накопительного, и, ну, понятно, ипотечные, которые вот обязывают либо страховки, которые, когда человек кредит берет, принуждают брать, конечно, о них мы вообще не говорим, не рассматриваем, там практически никакой защиты нет, да и профессионалов там нет страхования, да, вот когда мы идем в Сбербанк, там, ВТБ, в Альфу какую-нибудь, там нам, как эти, горячие пирожки предлагают, разные страховки, а профессионалы там в основном работают на зарабатывание денег, кстати, да, вчера ставка о рефинансировании подняли Центробанк 13%, планируемая инфляция, там, по-моему, 6-7, они планируют инфляцию процентов, к примеру, да, но я хочу сказать, наши деньги, вот у меня 4 полиса в семье, да, они лежат, они работают, они не просто работают, они еще работают в нашей экономике, в разных секторах, потому что ППС, страхование жизни, инвестируют наши деньги в долгую, да, и в сельское хозяйство, и в фарминдустрию, там, и в золото, там, и редкодобывающих металлов, ну, короче, много-много, ну, и, конечно, ритейлер, различные магазины, там, и, в частности, там, по-моему, эльдорадо, ну, и так далее. Так вот, наши деньги работают, и наши деньги приносят нам довольно-таки хороший, надежный процент, да, вот, каждому нашему клиенту, нашему, приходит либо в письменном виде по почте, ну, в последнее время в кабинет, в электронном виде отчет работы компании ППФ за прошлый год. Вот, по-моему, где-то в начале мая, в конце апреля нам в электронный кабинет пришли письма, отчет за 22-й год, и ваши доходы составили, увеличили доходность 5,5% было. то есть, нормально соотносимо с банком, если говорить, например, про Сбербанк, там у меня, вот, пенсия там у меня складывается, там, под 1%, к примеру, годовых, вот, а у нас 5,5% за 22-й год, причем 22-й год, вы помните, это был не самый простой, очень сложный год, и, тем не менее, вот, очень надежно работает наша компания, ППФ страхования жизни. Итак, премиум, премиум, друзья, от 16 до 70 лет, на этом этапе, очень нас ждет много всяких и приятных, и, к сожалению, непредвиденных случаев, согласны со мной, и, вот, если говорить о здоровье, конечно же, мы с помощью наших прекрасных комплексов, фитокомплексов, ароматов и так далее, с помощью наших программ, поддерживаем это здоровье, и дай Бог каждому активного, такого, долголетия, и продолжительности жизни, что пусть увеличивается, наших сограждан, но, тем не менее, есть смертельно опасные заболевания, которые подстерегают многих, в зависимости от экологии, от образа жизни и так далее, от вредных условиях труда, и здесь, в этом премиуме, так же, как и в солнышке, для, есть такая опция, так, каким цветом, я вот красным, красным хочу, да, красным цветом, опция СОС, это называется, СОС, это 27 смертель, перечень из 27 смертельно опасных заболеваний, начиная от глухоты, дыхательной, значит, недостаточности, заканчивая раком, инсультом, там, инфарктом и прочее, прочее, при случае, значит, первой диагностики, это является страховой случай, диагностика, постановка этого диагноза, и здесь идет хорошая поддержка, финансовая поддержка, когда вы не из банка, не из своих накоплений выкладываете на дорогостоящие лечения, на реабилитацию, на поддержку, на уход за больным, немощным и так далее, да, а за счет компании, компания ППС, страхование жизни, платит хорошие, ну, какие вы запланируете в своей программе, и это работает до 65 лет, вот, представляете, сегодня вам 20, сегодня вам 30, вы полны силы и здоровья, но взяв эту программу, вы, конечно же, закладываете себе поддержку и в 40 лет, и в 45, и в 50, в 55 и так далее, статистику заболеваний, вы, наверное, знаете, что помолодела, к сожалению, и онкология, и женская, и мужская, и инфаркты, инсульты, ну, к сожалению, так вот, всякие вирусы, пандемии на нас сваливаются, ну, много чего есть в нашем мире, ненужного, но наша задача это предусмотреть, поддержать с помощью продуктов, защитить с помощью зонтика, ППФ, и жить долго, и активно, и счастливо. Итак, друзья, премиум, классно, все детали, мы можем на наших отдельных встречах, индивидуально с каждым рассмотреть, по телефону, в онлайн режиме, если вы принимаете решение, сегодня это будет очень мудрым, правильным решением, чем раньше, тем лучше, говорю, всегда принимать такие решения, потому что заплатив и оформив сегодня заявление, вы уже с нулей часов становитесь под защиту, от несчастных случаев, под защиту, плата сегодня с нулей часов пошла защита, по всему миру, 365 дней в году, как говорится, круговая, полная защита. Итак, премиум, что еще для взрослых у нас предлагается, ну, поскольку у нас сегодня бабье лето, да, про девочек мы любим всегда говорить, в любом возрасте, вот, и любим их, и хотим, чтобы они были здоровыми, активными, рожали много ребятишек, вот, но, к сожалению, их подстерегают тоже всякие, вот эти заболевания, характерные женские заболевания, очень опасные, и вот есть у нас такая программа, созвучная с названием нашей компании, называется она Глория, программа Глория, она специально для женщин, для женщин, и вот она Глория у нас работает от 18 до 65 лет, вот здесь, где мы находим вот этот график, 18 лет и до 65 лет, пожалуйста, девушки, обратите внимание, что можно защитить себя, и здесь основная идет страховая позиция, это первый диагноз онкологического женского заболевания, понятно, да, то есть идет очень хорошая поддержка, если в 18 лет у вас все хорошо, благополучно, но можно подстраховаться, чтобы в 45-50, значит, не было, как говорится, финансово тяжело, если не дай бог, что-то произойдет и случится, здесь выделяется очень большая сумма на обследование, на дополнительное обследование, на проведение операции, если нужно, и дальше, то есть человек, как говорится, реабилитируется, входит в ремиссию, и, соответственно, доживая до дня окончания полиса, он не все 100% получает, а 75% от суммы, тоже хорошо, да, если, вот, например, в солнышко и премиум, несмотря на количество несчастных случаев, в течение действия всего полиса, пусть там хоть раз в год, хоть ни разу за 10 лет, хоть 25 раз вам выплаты были, или вашим членам семьи, это не влияет на конечную сумму, вы цели достигаете в любом случае, то есть вам по окончании действия полиса выплачивается та сумма, на которую вы писали заявление в начале, планировали 500 тысяч, значит, 500 тысяч, несмотря на количество выплаченных средств по несчастным случаям, по страховым случаям, понимаете, ну, а в Глория здесь, если произошла, значит, ситуация, ну, там поддержка сразу идет в течение 14 дней после предъявления документов, ну, а по окончании еще 75% от суммы вы получаете. Итак, рассмотрели солнышко, где два человека, взрослый ребенок, рассмотрели премиум, самый лучший, значит, от 16 до 70 лет полис, вот, у меня их было два, кстати, премиум, так вот возвращаемся, да, в мыслях, все-таки уже 13 лет с ППФ страхования жизни, и когда только-только пришел в Глорию ППФ, да, мы изучали, смотрели, присматривались, просчитывали, и взяли, конечно, как, поскольку доверяем руководству компании, все просчитали, посмотрели, ну, такой полис на 10 лет взяли, да, и многие так поступили, и эти 10 лет пролетели уже, сейчас уже эту выплату, конечно, получили, и так далее. Ну, а потом-то уже поняли, что насколько этот важный инструмент, насколько он рабочий, и я второй премиум взял уже по максимуму до 70 лет, и многие годы у меня было два премиум, то есть, слава богу, ничего не случилось, а если с нашим клиентом случается, то по двум, по трём полисам, неважно, сколько у вас полисов, по всем полисам выплатят, вот, понимаете, такой вот алгоритм действий. Так вот, премиум работает, то есть, можно, я говорю, взять его и два, про премиум. Глория. Так, друзья, ну, для взрослых ещё, какую задачу мы на жизненном пути с вами рассматривали? Что? Пенсия, она неизбежна, или желание, желание, я бы даже сказал, выйти на заслуженный отдых, и заниматься, как я сказал, любимым своим делом, хобби. И для этого в нашей компании, у нашего партнёра есть прекрасный полис, называется Гранде. 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 И, соответственно, он... Так, надо ускоряться немножко нам, да? Вот, Гранде, соответственно, это полис пенсионного накопления. Это полис, который позволяет вам, когда вы находитесь в активной такой трудовой фазе, откладывая деньги самому себе на будущую пенсию. И назначить вы её можете в любой период. Вот, например, начали вы там с 18 лет в Гранде откладывать, да? Ну, а лучше там, конечно, можно и попозже, не с 18, конечно, а когда уже вы начали трудовой период. Вот, допустим, там, в 30 лет. Вот, я считаю, 30 лет такой возраст, когда уже можно подумать о том, что, например, в 45 создать себе такой капитал, что не ждать, когда тебя государство отправит на заслуженный отдых, на так называемый пенсион, а самому уйти в свободное плавание. Но для этого нужно накопить и с помощью нашей программы Гранде, когда вы копите, и одновременно находитесь под защитой от несчастных случаев. Понимаете, вот как работает механизм. И здесь у программы Гранде есть две фазы. Первая фаза – это период накопления, например, 10-15 лет, там, 20 лет, когда вы копите, и одновременно находитесь под защитой. И вторая фаза – период выплат. И там вы тоже сами себе определяете. Хотите раз в месяц получать выплату. То есть вам из накопленной суммы идет выплата, а на оставшуюся сумму начисляются проценты ежегодно. Так же, понимаете? То есть ваши деньги там не просто так лежат, а они работают, они приносят еще дополнительный доход. Но хотите раз в полгода, раз в квартал, то есть любая периодичность выплаты, так же, как мы выбираем периодичность взносов, можем ежегодно раз в квартал, раз в полгода вносить наши суммы страхования. Ну а выплаты по Гранде также выбираем периодичность выплаты. То есть Гранде мы здесь делаем акцент, это наша будущая пенсия. И здесь вы можете, например, накопив там, ну, к примеру, 300 тысяч, вы можете 300 тысяч в год получать, да, к примеру, или помесячно это будет там в примерах 25 тысяч. Ну, соответственно, если вам государство начислило 15 тысяч в пенсию и плюс ваши 25, 30, 40, то есть вот если вы сейчас, например, живете на таком где-то уровне, то, соответственно, ваш этот уровень не просядет, не упадет. Ну а тем более мы-то еще и предлагаем партнерство с Глориан, партнерство с нашими менеджерами, да, с нашей компанией. Соответственно, это еще и другая статья финансовая, да, не только накопление и сохранение и защита, но и получение дополнительного дохода. Но об этом мы тоже еще в конце проговорим. Итак, друзья, Гранде посмотрели пенсия. Ну и, как я обещал, до 80 лет, то есть мы с вами тоже говорим. Я сейчас обращаюсь к более молодым людям, которые, конечно же, заботятся о своих родителях, о своих бабушках, дедушках, да, то есть вы можете им сделать такой подарок. Многие у меня клиенты, пенсионеры, сами себе делают эту защиту, потому что по этой программе взнос, ну, совершенно реальный, для любого пенсионера доступный, совершенно доступный. Программа эта называется у нас Vitality. Vitality. Ей в этом году исполнилось 5 лет, то есть вот в 2018 году, я как сейчас помню, нам впервые презентовали эту программу, и за это время уже очень многое количество, большое количество людей, вот в частности у меня, среди партнеров, среди знакомых, оформили одноклассники мои, одноклассницы, да, вот обращаются ко мне, за оформлением, знают, что я этим занимаюсь, вот, и вот последний пример, например, девушка 65 лет, женщина 65 лет, выбрала квартальный взнос, у нее получилось чуть меньше 4 тысяч, 3 с небольшим, 3 600, по-моему, то есть понимаете, в месяц это получается 1200 рублей в месяц, в квартал 3 600. еще одна девушка 50+, да, она, значит, выбрала годный взнос, сразу заплатила 13 с небольшим, около 14 тысяч, и все, на целый год, и она уже под защитой от любого несчастного случая. А поскольку Виталити работает до 80 лет, обратите еще раз внимание, до 80 лет, когда становимся взрослые такие, уже пожившие люди, более хрупкими, более травматичными, менее внимательными, и на дорогах, и дома, им кажется, что все 16-18 лет, спархать, там, шторы поменять, бах упало, было у меня такие случаи, да, или там нету мужчины, да, рядом, лампочку там надо подкрутить, тоже бах упало. Ну, были случаи, а на улице сейчас что у нас, сентябрь, бабье лето, но еще месяц-два, все запорожит, и у нас даже в центре здесь Новосибирска, такие сугробы, ну, как-то вот с очисткой улиц слабовато, поэтому очень много травматизм, в городе-миллионнике Новосибирске, я вам скажу, огромная цифра, травмпункты, вообще больницы заполнены, там негде размещать людей, значит, в коридорах лежат, понимаете, ну, а здесь вот это идет защита, основная по Виталити, от характерных и шейка бедра, и ключица там, и другие сложные переломы, характерные для людей старшего возраста, поэтому, друзья, до 80 лет, и здесь я говорил, даже если вам 79 сегодня, вы можете единовременно сделать взнос, и на год, вот, получить эту защиту, а дальше деньги будут работать, и пусть вы будете жить долго и счастливо, но когда-то все равно, мы уйдем все туда, и будут деньги на достойные, как говорится, проводы в последний путь, и вы снимете нагрузку со своих близких, родных, и так тяжелая, говорится, утрата, да, но вместе с тем еще и финансово будет, ну, как говорится, легче перенести утрату ближнего, поэтому Виталити вот решает вот такие две социально важные задачи, помощь в старшем возрасте, и помощь семье при уходе, значит, близкого человека. Во всех этих программах, во всех этих программах, есть такое понятие, как выгодоприобретатель, чем, собственно, мы отличаемся, например, на самом деле, пять отличий, да, накопление денег, вместе со страховой компанией, надежной ППС, страхования жизни, либо накопление в банке. И вот одно из них, первая, да, первая выгода в том, что если вы копили деньги в банке, человек уходит из жизни, соответственно, вступает закон о наследовании, шесть месяцев делится между всеми наследниками, и это долгая такая песня, долгая процедура. Иногда родственники ругаются, и очень бывают такие неплохие, нездоровые ситуации. В накопительном страховании жизни вы сами выбираете выгодоприобретателя. Это тот человек, в случае крайней ситуации, в страховом ситуации, когда человек по какой-либо причине уходит из жизни, деньги получают выгодоприобретатель. Дальше, вторая выгода, какая страхование жизни, в отличие от банков. То, что если вы накапливаете деньги в банке, а это делать нужно, я сейчас не отрицаю полностью банки, ни в коем случае. Должны деньги копиться в разных корзинах, находиться в разных карманах, в разных кошельках, как угодно вы можете, в разных портфелях финансовых. По-любому можно это назвать, но это важно. Так вот, если вы на какие-то цели накапливаете в банке деньги, они у вас лежат, копятся, копятся, проценты там начисляются, бабах какой-то случился, случай непредвиденный, заболевания, травма, еще какой-то, значит, случай, да, непредвиденный. И там приходится деньги, значит, снимать из банки, то есть цели, либо мы их откладываем на какой-то период, либо вообще приходится отказаться уже от своих целей. В накопительном страховании эти деньги вам платят страховая компания. И ваша финансовая цель не отодвигается, а в любом случае достигается. И третий какой момент, значит, арест. Судебные приставы, какие-то органы внутренние, милиция, полиция и так далее, мошенники и прочее, то есть все это присутствует в нашем мире, и те деньги, которые лежат в банке, их могут, как говорится, наложить на них арест, изъять, арестовать и так далее, и так далее. Все, что связано с накопительным страхованием жизни, неприкасаемо. Даже с супругами в случае развода это никак не делится. То есть эти деньги принадлежат, скажем, человеку, тот, который застрахован. Вот такое тоже классное преимущество, которое стоит учитывать. Следующий момент, четвертый момент, да, преимущество. Вы знаете, что сейчас с прошлого года банки все, значит, прозрачно все это видно в налоговой, и если у вас накопления там за миллион переваливают, вы еще со своих накоплений, вернее, не вы, а автоматически налоговая изымает процент на доход ваш в банках. Хоть в одном банке, хоть в пяти банках вы копите, все равно ваш суммарный доход виден, и вот этот налог снимается на накопление. Здесь, ребята, в накопительном страховании жизни этого не происходит. Поэтому, захотели вы 2, 3, 5 миллионов накопить, вот особенно в премиум часто приходят молодые люди, продвинутые, нормальные, они там в 20 лет ставят задачу за 30 лет накопить там 3, 4, 5 миллионов, ставят задачу, к примеру, покупки новой машины или новой квартиры или загородного дома, и вне зависимости от той ситуации, которая сложится. И эти денежки, ребята работают, ребята по окончанию получают и достигают своих целей, не облагаются дополнительными налогами, а наоборот, только увеличиваются за счет ежегодного процента. Вот такие отличия, я могу еще много, конечно, привести примеров, показать много статистики. Вот недавно тоже в ППФ общался, значит, по солнышко статистика, по-моему, значит, за все время работы там больше 600 тысяч детей по стране застраховано. Ну, вот у меня, в частности, через мои, как говорят, заявления, через мой кабинет очень много детишек прошло по солнышку. Очень большие выплаты происходят и по случаю травматизма. Ну, все эти цифры есть, все это открыто, все это в доступной информации, и самое главное, что это надежно контролируется и Центробанком, и Министерством финансов. То есть, все страховые компании находятся под строгим контролем, под наблюдением государственных органов и структур, и это один из самых надежных инструментов накопления и сохранения, и плюс еще и защиты в любых ситуациях. Поэтому, друзья, рассматриваем схему в чат, просят Дмитрий. Так, ага, система очень наглядна. Да, спасибо, кто пишет в комментарии. Сделаем схему. Схему сделаем, да, просто главное, вы готовы принять решение? Я знаю, что многие вот у нас думают, есть, как говорится, мысли сделать это. Но очень важно, друзья, я еще раз говорю, принять решение как можно быстрее, да, здесь, ну, то, что, например, сейчас на дворе сентябрь, я могу еще привести 3, 5, 10 вот примеров, почему это сейчас выгодно сделать. Потому что, вот мы сегодня не проговорили про налоговый вычет. Вот я знаю, например, Галина, вы работаете, там многие у нас работают, соответственно, получают, вернее, платят подоходные налоги, да, в системе накопительного страхования жизни 13% от взносов возвращается ежегодно. Называется налоговый вычет. Так же, как за покупку жилья, за образование, за лечение, 13% пожалуйста. То есть, вы сегодня сентябрь застраховались, наступил новый финансовый год 1 января, вы уже в январе можете подавать, значит, а это сейчас делается очень легко и быстро через кабинет свой налоговый онлайн. и все там, все 2 НДФЛ, 3 НДФЛ, все это уже документы есть, все посчитано, и вам только остается подписать в электронном виде, это написать, это заявление, и через 30 дней получить налоговый вычет. То есть, сегодня заплатили, вы находитесь под защитой, уже в январе, феврале оформляете документы, налоговый вычет получаете. Это тоже здорово. И по Виталити, и по Гранде, и налоговый вычет вы получаете не только за себя, но даже если вы застраховали, в качестве страхователя выступили ближайшего родственника. То есть, вот мы сегодня говорили о заботливых детях, застраховали маму, бабушку и так далее, вы являетесь страхователем, и страхователь получает еще и налоговый вычет. То есть, вы помогаете своим родственникам, и 13% государство еще возвращает ежегодно. чем не это? Так, Абакан, Абакан пишет, у меня есть Гранде, у младшей дочери премиум, старшим дочерям рекомендуем солнышко, себе планирую Виталити. Светлана, замечательно, когда планируете Виталити. Кстати, можете взять микрофон, можете поднять руку, поделиться, может кто-то здесь в студии, то немножко так заскучали, всегда тема, это она такая погружающая в цифры, погружающая в мысли, в планы, рассмотрение жизненного пути, то есть, принятие решения. Вот, когда мы говорим об ароматах, о паразитах, как-то повеселее в аудитории. Друзья, может кто поделится своей историей, буквально, два слова скажите, какие вы в свое время приняли решения, какой у вас есть полюс, какие, может быть, есть планы. Вот здесь вот, ага, Марина просит слово принять запрос на включение. Так, Марина у нас в поездке в Тюменской области. Так, Марин, дал слово, но пока не вижу этого, включение. А здесь звук-то есть, кстати, если кто-то в прямом эфире, включите звук, чтобы было продублировать. Так, Марина Сулетицкая попросила слово, дал слово и ждем включения. Ага, так, так. Приветствую, приветствую. Меня слышно? Да, слышим. Да, тема очень важная и вот я сегодня слушала так внимательно сегодня Дмитрий ее по-другому раскрыл, соединился вот со здоровьем, с гармонией, с этим комплексным подходом. Вообще отлично. Я просто вот буду этой записью показывать людям о наших возможностях, о возможностях холдинга. То есть отлично благодарю Дмитрия за вот такую подачу, потому что мы обычно сразу переходим к этому продукту. Ну, а куда он встраивается? Вот сегодня было очень классно показано. И вот эта вот финансовая защита нашего здоровья, я называю, что вот Гларион у нас позаботился и о здоровье тела, о здоровье кошелька. Я вот так рассказываю о программах. Да, в последнее время как-то меньше они говорили, но так или иначе у меня у самой лично три программы, в семье еще две программы, но сейчас дело даже не в том, что у меня осознанно к этому был подход. Дело в том, что важно, как я себя чувствую, когда я в любой другой стране, в поездке. То есть вот это свобода от осознания того, что если вдруг, ну, будем надеяться, что ничего, значит, никогда так, хотя мы не знаем, не случится, то у меня всегда есть та, скажем, ну, маленькая подушка, может быть, и не маленькая, потому что опыт уже есть, и с 16-го года, когда компания выплатила мне за перелом, причем как раз ДТП в Тюмени, где я сейчас тоже нахожусь, но так или иначе, вот мне дает это свободу. Это очень важный момент, это свобода об этом не думать, и второй момент, это инвестиции, потому что на самом деле обычному человеку, у которого не огромные миллионы, копить деньги вообще непонятно где, потому что в банке много не накопишь, там другая ситуация, хотя, конечно, в банке нужны деньги, а вот то, где я не могу снять в любой момент, я так людям рассказываю, вот это и есть копить, копить, и еще вот то, что они не не прогорают, что они перестрахованы, что я их в любой потом момент могу использовать, хоть в виде большой суммы, ну, в любой момент, когда придет срок, вот это для меня тоже очень важно, вот это именно инвестировать и копить, потому что, ну, банковская система, она не так, могу сказать, надежная, ну, тут другие немножко ситуации, это другое накопление, вот, то есть свобода и инвестирование, вот эти два пункта для меня очень важны, поэтому я это решение приняла, и именно с этой точки зрения людям и рассказываю, не считая взрослых людей, взрослым, конечно, которым вот за 70, я рассказываю немножко по-другому, все, всем спасибо, надеюсь, было хорошо слышно, Да, спасибо, Марина, в Тюмени, привет, и пусть там тоже люди присоединяются к нашему движению красоты, гармонии, здоровья и защиты. Так, Светлана Скопенко, переносимся в Абакан, просит слово, поднимает, а здесь пока тоже готовятся, люди хотят поделиться своими историями. Так, Светлана, слушаем вас, Абакан, Хакасия на связи, пробуем. Нет, что-то выбило, выбило Светлану, покинула вебинар. Ладно, я вот тут слайды уже включил, друзья, пока люди готовятся, я, значит, что хочу напомнить, категорию людей по отношению к деньгам, вот эту аббревиатуру я раньше использовал в наших презентациях, сегодня вот опять ее вспомнил, давайте быстренько пробежимся, если на экране видно, пишите, зомби, да, есть какие зомби, это вообще закредитованные в 10 банках уже, там коллекторы за ними бегают, и они как эти, знаете, прячутся и все равно где-то ищут деньги, обращаются, от них уже все знакомые, родственники, соседи уже шарахаются, но тем не менее, знаете, как от зомби шарахаются, так и от них. кредиторы за ними бегают, эти, соответственно, коллекторы всякие там, ну сейчас пожестче к коллекторам законы приняли, а то раньше они да вообще до могилы людей доводили, вот, но зомби для нас это вообще категория очень страшная, да, есть камикадзе, есть камикадзе, те люди, которые вот получили, потратили, получили, потратили, живут одним днем, но сегодня у них есть доход, есть возможность зарабатывать, значит, соответственно, минимальные какие-то кредиты берут, соответственно, чуть-чуть, значит, успевают, там справиться, здесь справиться, там подвести, но грянет гром, не дай бог, здоровье, несчастный случай, какой-то травма, потеря рабочего инструмента, руки, ноги у кого-то, голова, язык там, не важно, то есть все, это уже крах, сразу в режим зомби переходят. Дальше, есть категория маньяки, друзья, маньяки, это те, которые, вот знаете, они могут и без кредитов обходиться, но деньги любят тратить, шопинг у них, там, а сейчас, знаете, на Вальберис особенно, есть маньяки, это интернет коммерции, там, кофточка, не кофточка, кеды какие-то, кроссовки, там, надо, не надо, две пары берез, третьи, вообще, там, и так далее, вот, прямо любят пошопинговать, либо там, в кафе сходить, в ресторан, красиво жить не запретишь тоже, но эти маньяки, они тоже находятся под угрозой непредвиденных ситуаций, все мы ходим под Богом, под небом и так далее, и здесь надо тоже рассматривать правильное отношение к финансам, но следующие две категории, это те люди уже, которые финансово грамотные, не в зависимости от своих доходов, они строят свою финансовую независимость таким образом, когда у них расходы меньше, чем доходы, и это правильно, и мы говорим 10%, да, 10%, но 10% отправлять как минимум в накопление, можно рассмотреть пакет, когда 5% копятся в банке в каком-то надежном, 5% в накопительном страховании жизни, но начинать с накопительного страхования жизни очень важно, вот это свой процесс накопления, очень многие кинулись в инвестиции, там сейчас это много разных предложений, и это тоже хорошо, учиться этому инвестировать, но первое проинвестировать надо в защиту, в здоровье, в инструмент накопительного страхования жизни, это первая правильная инвестиция, ну а черепахи, черепахи, они потихонечку, конечно, они ведут бюджет, они все учитывают, хранят деньги в банке и может быть даже не в самом крутом, но в надежном. Например, зачем им рисковать там в каком-нибудь банке, ну не знаю, не буду сейчас рекламировать банк, который сейчас в связи с поднятием ставок 10% дает. Пусть лучше у меня в Сбербанке под 1% лежит, зато надежно. Ну где 10, где 1%, вы понимаете. И такие черепахи, они приходят к цели, ну может быть к концу жизни там, а может к середине и так далее. А есть мудрецы. И я сейчас обращаюсь ко всем нам, кто здесь присутствует сегодня на нашей встрече. Давайте становиться мудрецами, правильно вести учет, искать источники дополнительного дохода, искать возможность защиты накопления. То есть мудрецы постоянно находятся в процессе. Поэтому я всем нам желаю стать мудрыми, друзья. Мудрыми, расчетливыми. И вот здесь Елена Хамитская просится к микрофону, хочет тоже поделиться своей историей. Здравствуйте, друзья. Вот прям даже не знаю, к кому себя отнести. И могу честно сказать, что я пошла по всем этим пяти пунктам. Вот реально. Я была в категории зомби. И очень серьезный был у меня долг, да, и я из этого постепенно выходила. Я была в камикадзе, доход-расход, да. Я была маньячкой. До сих пор есть у меня маниакальные синдромы. Я люблю ходить в кафе. Деньги, деньги, ноги жгут, да? Да, да, да. В кармане не задерживаются. Черепашки. Я начала черепашьими шагами выползать из этих ситуаций. Знаете, это очень важно. Важно хотя бы черепашьими шагами выходить. И ну, в категории мудрецов, не могу себя уже там совсем мудрой назвать, но тем не менее, ко мне приходят в голову мудрые идеи, мудрые решения. Одним из таких решений было застраховать себя, именно потому, что вот Марина тоже в своей, в своем отзыве говорила, что умение, навык накапливать ресурсы, накапливать, аккумулировать, где-то собирать эти деньги, у меня его просто нет. Но мы вот так в стране, в нашей советской воспитаны, да, и нам приходится переучиваться, вот, переучиваться, доверять миру, доверять государству в том числе, да, доверять страховым компаниям, потому что в моем опыте, в моем личном опыте было, когда страховая, там, пенсионные, там, накопления где-то я откладывала, да, то есть, пенсионный фонд рухнул, страховые программы, я ребенку накапливала, деньги, которые госстрах нам там обещал, да, это было, конечно, волшебно, когда закончилась вся эта эпопея с девальвациями там всякими и так далее, вы понимаете, мы не можем самостоятельно это сделать, важно, когда есть надежный партнер, я увидела партнерство PPF именно с точки зрения надежности вот этой черепашки, но надежной прям, вот прям надежная, надежная, это самая клиентоориентированная страховая компания в России, вот, и поэтому у меня есть страховка по Vitality, у меня была страховка по премии она закончилась, и есть страховка у мужа тоже по Vitality, потому что, ну, не умею я сама накапливать деньги, сейчас учусь только, но я всегда думаю о том, как мой ребенок переживет уход из жизни родителей, ну, ребенок в смысле, да, это взрослый человек, да, потому что я прошла через этот путь, когда внезапно происходит, как бы мы не ожидали этот момент, да, как бы мы не понимали, что придет этот последний день жизни, но обычно он приходит все равно внезапно, мы не готовы к ним, и как приходится дополнительно к душевной травме еще метаться в поисках финансового обеспечения, поэтому первое, что я сделала, я застраховала себя, а потом убедила мужа, что мы своему ребенку даем возможность хотя бы вот в эти дни, да, ну, немножко мягко перейти к этому делу, хотя я считаю, что никаких мне похорон не нужно, блин, в крематорий, так и там деньги, да, так и там тоже бизнес сейчас строится очень огромный, да, тем не менее, то есть я считаю, что, ну, вот моя ответственность перед семьей, и перед мужем, и перед ребенком, да, перед дочерью, перед своей, вот, поддержать их, не дай бог, то есть я не планирую такой в ближайшие еще 60 лет, то есть я до 120 собираюсь дожить, да, вот, но тем не менее, вот, чтобы такая страховая подушечка у меня была, так что я вам предлагаю, я очень уважаю этот продукт, он очень удобный для работы, как партнером, потому что мы, как партнеры Глорио, и как партнеры ППФ получаем двойную выгоду, тройную, я лично, как клиент получаю, я лично, как представитель ППФ получаю, и я, как партнер Глорио, еще дополнительно получаю, поэтому рассмотрите этот вариант сотрудничества А, с Глорио, Б, с ППФ, как вариант, вот, очень хорошей инвестиционной доходности, потому что мы говорим сейчас только о доходности самих полисов, но есть еще и другая. Спасибо, Дмитрий, очень интересный был рассказ. Спасибо, Елена, и про три, а я сегодня еще четвертый же сторонами дали четвертую выгоду нашего сотрудничества, и уже совершенно быстро проговорим. Действительно, мы предлагаем не просто застраховаться, а стать партнерами холдинга Глорио, и одновременно вы с этим партнерством приобретаете с активацией не только интернет-магазина и аптеку бодрости, вы получаете право быть финансовым агентом ППФ страхования жизни и получать вот те льготы, о которых говорила Елена. В своем магазине вот здесь стрелочкой на слайде вы увидите, найдете описание страховых программ и все инструменты важные для этой работы, и самый главный инструмент там калькулятор, на котором вы обязательно посмотрите, почитаете программы, рассчитаете, и будете получать не только экономию и возврат от ППФ, но и действительно хорошие премиальные от холдинга Глорио. Здесь на слайде они рассмотрены, мы их быстренько потом, значит, можем пролистать, посмотреть, изучить. Но вместе с тем, друзья, я хочу сказать о том, что сейчас проходит у нас традиционная, уже ставшая традиционная олимпиада, бизнес-олимпиада Глорио, где помимо продуктов здоровья, красоты и гармонии учитываются, конечно же, баллы за весь продукт, за весь продукт и в том числе за продукт накопительного страхования жизни. И здесь фокус сделан в новом цикле годовом на рост квалификаций, а вы знаете, что накопительное страхование жизни приносит очень хорошее бальное накопление, и у меня несколько квалификаций было, когда инструкторы один, инструкторы два становились, когда в комплексе брали и продукты здоровья, и для красоты, и защиту, и очень легко получали квалификации. А квалификации приносят дополнительные вознаграждения, если вы еще включаетесь в программу подготовки к прекрасному мероприятию, которое у нас состоится онлайн 16, 17 и 18 февраля. И буквально вчера был дан старт президент компании Сергей Булавович, Вице-президенты Елена Данчева, Сергей Ильченко открыли вот этот новый промо на 5 месяцев сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и январь, когда вы можете купив билет в несколько раз его купить, да, что вы получаете? Вы получаете возможность, участвуя в подготовке к этой встрече, участвуя в Олимпиаде сентября месяца, накапливая баллы, уже получить на свой счет подарочный при первых шагах, вот буквально там немножко вы сделаете действие, получаете 2,5 тысячи, чуть больше в два раза сделаете, 5 тысяч вы получаете, дальше бонусы на подарочный счет, вы вместе с тем копите их и они используются для участия в различных розыгрышах и как продуктовых наборов, так и дорогих аксессуаров, различных украшений и друзья, после нашего обучения 16, 17, 18 февраля это будет онлайн по 3 часа в день всего лишь те, если вы там работаете, это пятница, суббота, воскресенье, вы можете посмотреть и в записи, будет очень мощное обучение, эксклюзивный продукт будет нам представлен для работы онлайн, запатентованный холдингом Glorion, как всегда мощная, интересная обучающая программа, активатор дохода экспоненциального и соответственно дальше будет объявлено наше следующее очередное путешествие в начале я говорил, что мы любим путешествовать и вот буквально начал свой разговор о круге о красоте годовом цикле, который мы на Алтае рассматривали в этом году будет нам представлено новое путешествие 2024 года и вот эти баллы накопленные с сентября месяца они взойдут в зачет, чтобы вы могли за счет компании совершенно бесплатно отправиться в путешествие в 2024 году поэтому друзья рассматривайте все три о которых Лена сказала выгоды четвертую выгоды вот здесь участвую в Олимпиаде и купив билет на онлайн курс классное универсальное обучение которое состоится в феврале месяце будьте здоровы живите богато будьте красивы занимайтесь активным долгоздравием и процветанием и делайте правильные финансовые выводы для себя для своих близких потому что страхование жизни это очень важный инструмент и к сожалению немногие на него пока еще смотрят правильным под правильным ракурсом а несчастные случаи обсезательно обойдут вас стороной пусть они случаются где-то далеко далеко от вас а вы сделайте свою жизнь более безопасной счастливой красивой и благополучие ваших и ваших близких будет вам обеспечено защитим мечты вместе с ппф и с глориан всего доброго до новых встреч сейчас останавлив